Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что у мужа автора вопроса есть ребёнок от первого брака. Его дочь, ей 16 лет, она жила 5 лет с матерью, недавно пожаловала, что у него с матерью не ладится отношение по причине эгоизма матери. И муж, просит моего согласия, перевёз его дочь жить с нами. Я отнеслась с пониманием, отношения у нас с дочерью дружеские, мы общаемся нормально. Далее идёт описание договорённости на новой жилплощади, то есть какой распорядок дня, вот, когда активность, когда, значит, отдых, вот. Дочь мужа автора вопроса на это сначала согласилась, вот, но договорённость не выполняет. То есть живёт как-то вот, она, ну, по своим каким-то правилам нарушает сон остальных членов семьи. Муж, значит, держится, ходит на работу с больной головой, а автор вопроса, ничего выдерживать не собирается, вот, ей хватило пару раз нарушенного сна, не нравится ей её самочувствие, когда не высыпается она, вот. И она опять поднимает вопрос об этом с мужем. Муж разговаривает снова с дочерью, но ничего не меняется. Она опять кивнула головой и ничего не меняется. Автор вопроса пишет, что не собирается решать проблемы других людей в исчерп себе, вот, и не собирается, значит, ради её хорошо закрывать глаза на эгоизм страны дочери к ним. Вот, терпеть она, наверное, не собирается. А как решать вопрос с дочерью? Муж не знает. Не знаю, не знает. Эээ, значит, лично автор вопроса видит два способа решения проблемы. Первый, самую напрямую вмещаться в ситуацию с дочерью и объяснить ей свою позицию, либо она принимает это, либо не принимает и возвращается к маме. Автор вопроса называет этот вариант некорректным. Второй, мне, мне самой покинуть территорию и уйти от мужа, что тоже не хочу, потому что отношения хорошие и друг друга мы любим. Видишь, это автор. И между моим ребенком и мужем очень хорошие отношения. Подскажите, пожалуйста, с точки зрения семейной психологии, вмешиваться ли мне в сложившуюся ситуацию, решать ли мне самой проблемы напрямую с дочерью, или может, маму необходимо решать все вопросы со своим ребенком? И опять же, как это можно решить? Значит, как пресекать нарушения личных границ, но при этом все отношения с ребенком были в порядке? Как решить вопросы со своим ребенком? У меня вопрос не вызывает. Все практикает мирно, без конфликтов, фурбулируется быстро, у моего ребенка хорошо развита эмпатия. А тут ситуация необычная, я тоже слегка растерялась. Помогите разобраться, что тут к чему. Такой вот вопрос. Ну, вы знаете, Здесь основная проблема заключается в том, что вы вроде бы Рассуждаете верно. Да. Ну, то есть вот как-то вот И именно, именно рассуждаете. Вы верно? А вот С обеспечением С обеспечением Вашей Так скажем Ну, позиции На мой взгляд, есть проблема Сейчас вот Попробую пояснить Что я имею ввиду Дело в том, что Вы пытаетесь быть Несмотря на То, что Вы сказываете Прямо противоположную позицию Но вы пытаетесь Быть Удобной Вы пытаетесь быть удобной Для всех Вот В том числе Для Дочери Своего мужа Говоря о помощи По Самостоятельно Вмешиваться В Ситуацию Для себя Видите Некорректно Неплохо 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 Было бы Конечно В этом смысле Как-то Вот Немножечко Раскрыть А Что вы видите Для себя В этом Некорректно Порекнул Помышь Да По сути Дочь Она Не встречает Никакого Сопротивления В своих действиях И В общем-то Ну По сути Она Сталкивается С тем Что Совершенно Спокойно Может Нарушать Личные Границы Людей Что Само Собой В данном Случае Очевидно Самое Что Ее мама Получается Довольно Эгоистично Себя с ней Вела И дочь Ведет себя Эгоистично Тоже То есть Модель Поведения Ее Прописана Достаточно Хорошо В этом Смысле К Ну К сожалению Вот И Вы Говорите О том Что Защищать Свои Личные Границы То есть Претендовать На Хорошее Условие Проживание В Своей Жилплощади Для вас Является Ну Вот Некорректно Хотя Я Понимаю В принципе То о чем Вы говорите Но Тем не менее То есть Основная Здесь Проблематика На мой взгляд Включается В том Что Вы Не Готовы Ну Эээ Испо Эээ Портить Отношения С Ребенком То есть Вот Основная Проблематика Мне Видится В этом То есть Вы Не Готовы Отстаивать Свою Позицию Как То Вот Проникаешь Ну Как Б Жалостью К Ребенку Вот А В данном Случае Жалость Это То Чем Пользуется Чем Манипулирует Человек То есть Она Словно Говоря Не Отвечает За Свои Действия Да То есть Она Не Отвечает За Свои Поступки Ну И Вы В Какой Степени Тоже Не Готовы Отвечать То есть Не Готовы Защищать Свои 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 Границы Да И так Далее Вот То есть Идеальных Решений В Этой Ситуации Нет Хороших Решений В Этой Ситуации Нет И Быть Не Может Здесь Именно Решения Нелицеприятные Но Единственное Возможное Если Вы Делаете Выбор В Пользу Того Что Терпеть Ненамеренно То есть У вас По сути Отсутствует Готовность Отстаивать Свои Интересы Я не знаю Почему Из Жалости К Ребенку Из Чувства Вины Или Почему То Ещё На мой Взгляд На мой Взгляд Вы Конечно Совершенно Правильно Сделали Сделали Что Попросили Своего Мужа А С этой Ситуацией Разобраться Вот Самый Действительно Не ваша Ответ Но В силу Того Что Муж Не Смог Как То Вот Ну Договориться Получается С дочерью И Дело Здесь На мой Гляд Не в нём А В Дочери Которая Просто Вот Не Слышит Да И Так Далее Конечно Нужно Принимать Как Какие-то Меры И Вот Здесь Мне Хочется Обратить Ваше Внимание На Несколько Моментов Первый Момент Заключается В том Что Вы Пишите Что У Вас С Дочерью Мужа Хорошие Отношения То Есть Вы Описываете Их Как Как Хорошие Как Друзеские Ну Вот Если У вас Друзеские Отношения Тут Конечно Было Бы Как-то Неплохо Может быть Рассмотреть Что Вы Вкладываете В Друзеские Отношения То есть Что Вы Понимаете Под Друзескими Отношениями Вывод Но Но Мой Вопрос Который Вот Ну Возник Когда Я Читал Ваш Текст Как Эти Друзеские Отношения Проявляются Ведь Если Люди Дружат То Наверняка Им Не Безразлично Что Это Происходит С Ну С каждым Из них И с каждым Из них Вот Соответственно Друзеские Отношения Можно Использовать Для Донесения Своей Своей Позиции А Этого Как Мы Можем Видеть Почему Это Не Происходит То есть Между вами Дружеские Отношения Но Вы Напрямую С дочерью Не Говорите Об этом То есть Это Немножко Странно Мне Сложно Довольно Представить Себе Ситуацию Что Вот Вы Встаете С больной Головой Или Вот Вы Не Выспались Или Вот Вы Там Ну Не Знаем Не Можете Попасть В 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 Трахтит Будильник Вот И Вы Как-то Вот Значит Свои Дочери Мужи Ничего Ничего Не Говорить То есть Ну Это На мой Взгляд Немного Странно Потому что Допустим Вы Можете Не Поднимать Вопрос Вы Можете Не Выяснять Что-то Но Сказать Ей О том Что Вам Ну Плохо Сказать О том Что Вам Как-то Вот Ну Ну Больно Болезненно Да Вполне Можно И Вот Что Останавливает Вас От того Чтобы Это Сделать Вопрос И Вопрос На мой Вгляд Довольно Довольно Серьезный Как Мне Кажется То есть Я думаю Что Воспользоваться Дружескими Отношениями С Дочерью Вашего Мужа Более Чем Адекватное Решение Да Можно И Нужно Поработать Над Тем Как Бо Вы Могли Донести До Человека Свою Свою Позицию Вот Да Но Воспользоваться Более Чем Более Чем Нужно Далее Что Меня Еще Несколько Смутило Вот Вы Пишите Что Дождь Считает Что Ее Тут Ущемляют Не Дают Жить Как Ей Нравится Как Она Привыкла С Мамы Это То Что Она Говорит Судя По Тексту И Это Немного Странно Выглядит Странно Потому Что Она Соглашается На Договоренности На Договоренности Соглашается Но При Этом Как Будто Есть Претензия Я Имею Ввиду У Нее Это Странно Это Очень Странно То Когда Возникает Этот Переход Когда Возник Этот Переход Когда Этот Переход Ну Произошел Я Я Очень Хочу Хочу Понять Когда Он Случился О Потому Что Исходя Из Вашего Текста Пока Что Этот Момент Несколько Неяс Пока Вот То Как То Как-то Вы Выстраиваете А Коммуника Ну Коммуникации Свои Таким Образом Что Человек Сначала Соглашается Вроде бы Да Вроде Бы А Потом Говорит Да нет Что-то Мне Что-то Мне Не нравится Что-то Мне Вообще Что-то Не устраивает Мне Вообще Жить Не дают Не дают То есть Конечно Вот Хочется Как-то Здесь Как Минимум Этот вопрос Уточнить Что-то 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 Это За Коммуникация А Вам Самой Нужно Решить Для Себя Хоть Я И понимаю Что Это Нелегко Но Вам Самой Для Себя Нужно Решить Решить Примерно Следую Пример Следующий Чем Вы Готовы Платить За Свой Комфорт То есть Понятно Что Хорошего Решения Нет Ситуация Об Этом Никто Не Говорит Идеального Правильного Решения Нет Но Вот Вам Нужно Решить Чем Вы Готовы Платить За Свой Комфорт Вот То Есть Какую Плату Вы Готовы Предоставить Да И Собственно На Нее Внутренне Согласиться Вот Что Для Вас Более Значимо Остаться С мужем Или Уйти Но Если Остаетесь То Вы Предлагаете Дочери Покинуть Территорию Что Для Вас Более Более Значим Поправьте Меня Если Я Ошибаюсь Но Вот В первом Случае Судя по всему Мы Имеем Дело С Совестью Судя по всему Судя по всему Властм И вот здесь Ваш конфликт Вы Вроде бы Говорите Что Я Не Собираюсь терпеть. И звучит это ок, круто. А дальше вы говорите, ну это некорректно. И всё как бы. Когда вы говорите примерно так, то вы тут же получается, ну по факту, себя обесцениваете. И дочь, вероятно, этим пользуется как раз. Потому что чего бы ей не пользоваться. Если ей позволяют. Если ей позволяют это делать. Мама же научила её быть эгоистой. Вот. А вы ждёте от неё, ну, понимание судя по. Потому что я могу видеть. Эмпатию вы от неё ждёте. Вот. Судя по, опять же, тому что я могу видеть. Ну, вы можете ждать от неё этого. Но желательно и, на мой взгляд, принимать как данность факт того, что у неё её нет. Это можно нарабатывать. Да. Но, тем не менее. Следующий вариант. Понимаете, следующий вариант предполагает то, что вы готовы какое-то время потерпеть. ité слабое место в этом варианте. То есть, этот вариант предполагает именно то, что вы готовы потерпеть немного. И поговорить с дочерью, разговаривать с ней, включить дружбу, как раз таки и узнать, а что же её так беспокоит. Вот, как она к чему относится, что она, о чём думает, и о кунда, что она думает, о папе, который не высыпается, что она думает, о вас, которые, ну тоже, получается, страдают. Вот, выяснить, попробовать поговорить, попробовать вывести на какой-то откровенный разговор, вот, и посмотреть на её реакцию. Вполне возможно, что то, что происходит с девочкой, это механизмы психологической защиты, вот, и возможно, можно немножечко их, так скажем, постараться несколько приглушить, да, расслабить, вот, но, конечно, не факт, что получится, вот, совершенно не факт, что получится, на мой взгляд, по крайней мере. Поэтому, вот, такие, как мне кажется, здесь есть вариант. И, с точки зрения личной терапии вашей, я бы, конечно, обратил бы внимание на ваш внутренний конфликт и, как сказать, не готовность расплачиваться, что называется, за свои решения. Неготовность выбирать, вот, и в какой-то степени слепую, со слепой надеждой вы сталкиваетесь, со слепыми ожиданиями вы сталкиваетесь, того, что человек поймет и изменится, а он не понимает и не меняется. А зачем? Я думаю, я думаю, что существует еще один вариант, вариант договоренности, когда вы человека просто мотивируете, то есть придаете ему мотивацию соблюдать договоренности. Пока что у девочки нет такой мотивации. Придумать, какая это может быть мотивация, вы можете все вместе. Вот прям буквально сесть, да, все вместе и сказать, случай, допустим, Валя, ну вот ситуация такая, да, что ты хочешь жить так, как ты хочешь жить, и тебе кажется, что наши правила тебя как-то ограничивают ничего и не дают тебе жить так, как ты хочешь. Ну вот. У тебя нет мотивации эти правила соблюдать. Вот какая бы она могла быть эта мотивация? Вот что бы тебя замотивировало соблюдать эти правила? Можно так поговорить. Решать? Решайте сами. Такие дела. Я не думаю, что ваша позиция невмешательства здесь играет вам на руку. То есть да, в целом я так же как и вы, думаю, что этот вопрос должен решать ваш муж. Я с вами солидарен в этом. Я с вами согласен в этом. Но. У него не получается. Понимаете? У него не получается и, соответственно, если у него не получается, то это становится уже вашей ответственностью. Понимаете? То есть вы это делаете для себя. Вы это делаете для своего, ну, ребёнка, которому, ну, очевидно, да, что… Ну, тоже, наверное, не комфортно. Вот. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...